Месяц работы с бюджетом принес заметные результаты. По сравнению с цифрами за первый третий квартала, итоги по октябрь включительно увеличились практически по всем позициям. Состояние республиканской казны обсудили на еженедельном совещании у главы Чувашии. Предваряя разговор, Михаил Игнатьев сообщил о договоренностях, достигнутых с руководством ООО «Газпром». В рамках программы газификации регионов Российской Федерации осуществляется проектирование объектов межпоселковой «Газпром» к заводской территории города Чебоксары Чувашской республики. Планируем сроком завершения работы по госэкспертизе в марте 2016 года. «Газпром» и «Газпром» готовы включить объект в программу газификации регионов Российской Федерации на 2016 год с началом строительно-монтажных работ в третьем квартале 2016 года. «Значение газификации для повышения инвестиционной привлекательности за Волжье трудно переоценить», заметил Михаил Игнатьев, добавив, что «Газпром» остается надежным партнером республики. Здесь хотя бы успешно реализованные проекты строительства, дополнительных сетей в центральной части Чебоксар и Ледового дворца Чебоксара-Арена. Минфин подсчитал, только за октябрь к доходам прибавили 3 с лишним миллиарда рублей. Всего же за 10 месяцев доходы составили без малого 31 миллиард. Собственные – 18 миллиардов рублей. Большая их часть – это налоги на прибыль и доходы физических лиц. «Мы имеем на сегодняшний день рост, рост 8,3% к аналогичному периоду прошлого года. В абсолютном значении данный налог мы собрали с плюсом 358 миллионов рублей. По году мы прогнозируем также положительный динамик роста по данному налогу на уровне 7%. Также мы представили данные, количество организаций, которые сегодня увеличивают нам поступление данного налога. Это всего 49% от всех юридических лиц, которые являются плательщиками налога на прибыль». Что касается налога на доходы физических лиц, то его собираемость по итогам 10 месяцев не достигла плановых показателей. Это связано с высокой возвращаемостью. Доля возврата по этому налогу самая большая в ПФО и составляет 18%. На совещании состоялся и отдельный разговор с должниками в бюджет. На ковер вызвали четырех руководителей предприятий и организаций, с которыми налоговые органы не могут справиться самостоятельно. Кто-то не платит с апреля, у кого-то задолженность возникла в более поздние сроки, кто-то находит необходимые средства только после проверок. И во всех случаях речь идет о приличных долгах. Глава Чувашия напомнил, эти деньги в конечном итоге выпадают из статьи расходов на социальную сферу. Вы уже ходите в наши больницы, это все касается. Дети ходят в наши садики. Мы должны их кормить, соответственно, тепло давать, рассчитываться и так далее. Комфортных условий на сегодняшний день живут. Мы создаем эти условия. Кто-то платит, тяжело, непросто, а кто-то не платит. Вот когда вы рассчитаетесь и когда пойдете в текущий хороший график. Я планирую полностью выйти в текущий график 15 декабря полностью. Но это уже объективная дата, она будет там что-то не обещать, что там через неделю, потому что, к сожалению, что-то не произойдет через неделю. Обсудили на совещании выполнение программы переселения из ветхого и аварийного жилья. По данным Минстроя Республики, первый этап, на котором необходимо было переселить 1410 семей, выполнен. Причем в пяти муниципалитетах проблема снята полностью. Второй этап выполняется, восемь муниципалитетов его уже завершили. Речь идет о переселении 1130 семей. Елена Гальперина, Рассель Мухаммедов, Республика.